Всем привет! С вами Игорь. Сегодня, как вы уже поняли из названия видео, речь пойдет о солнечном отоплении или отоплении дома от солнечных электрических панелей. Да, такое немного нестандартное решение, но мне нравится. Вообще, кто первый раз зашел на мой канал, вот на это видео, вся моя альтернатива это солнечная электростанция без инвертора и аккумуляторов, тепловой насос, ветрогенератор и воздушный и солнечный коллектор, они все направлены именно, чтобы компенсировать, погасить вот эти вот самые такие дорогостоящие энергорасходы наших домов, энерго и финансовые тоже, получается, расходы и физические, ну, дрова вот эти вот тоже, да, это такая морока. Вот, потому что я говорил и всегда буду говорить и повторять, что вот это вот надо делать свою альтернативу, ну, я так ее делаю и думаю, это правильно, а моя альтернатива заточена именно на экономию, а не на автономию, чтобы компенсировать вот это вот, именно вот эти вот основные такие энергозатраты, которые в общем балансе, ну, за год, например, если взять в среднем, то это будет 90-95% энергозатратности наших домов, это отопление, ГВС, электроплитка, ну, приготовление пищи, там газ, свет уже разницы не имеет, вот, а за все остальное заплатить, ну, это, это там такие мизерные деньги, я вам скажу, единственное, что вот тепловой насос мне бы еще сделать, так вот, чтобы он работал из солнечных панелей, и вообще был бы идеальный вариант, вот, так вот, сегодня я, кстати, ссылки на все свои альтернативные источники энергии оставлю в описании и в конце видео тоже там буду смотреть, там плейлисты у меня все есть, как я это организовал. Итак, купил я вот таких вот ТЭНов, зачем я их докупил, потому что у меня, я в эту зиму, в эту зиму уже иду с 8 киловаттами солнечных панелей, аж 8 киловатт солнечных панелей на отопление. Если у меня прошлая зима была с 4 киловаттами, я зимовал, то в эту зиму я уже иду с 8 киловаттами, и у меня, соответственно, нагрузка осталась та же самая, контроллер тот же самый, тоже смотрите контроллер, как я организовал, там у меня есть много видео по нему, вот, сброс на ТЭНы, отопители, обогреватели, вот эти вот, там все это я показываю, как это сделать, у меня есть на канале. Вот, соответственно, мне надо было добавить еще 4 киловатта мощности, ну, нагрузки, раз я добавил панели, я для этого купил вот таких вот ТЭНов, и там у меня еще были на старой нагрузке, там спирали, я хочу от этих спиралей избавиться, это как бы ненадежно, хотя их там подключил, оно не опасно вроде бы, не пожароопасно, потому что я подключал все спирали, что у меня подключены, и они подключены последовательно, вот, ну, так, я их сделал так, чтобы они не грелись до красна, то есть они греются, но не до красна, ну, например, там, если мне надо киловатт мощности получить, то я не ставил киловаттную спираль, чтобы она до красна грелась, а ставил, например, там, ну, я точно сейчас не могу сказать, например, 2 2-киловаттных последователя, ну, например, я сейчас точно не скажу, это надо считать, там, смотреть, 2 2-киловаттных спирали и последователь, они будут, например, тянуть тот же киловатт, но при этом они не будут греться до красна, они будут длиннее это все, Короче, ну, чтобы не полили воздух, кислород. Вот. И с таким же вот намерением я купил вот такие вот ТЭНы. Нашел их в интернете, такие нашел, потому что их не так-то и просто было найти, вот эти ТЭНы. Почему? Потому что, ну, сейчас все производители, они удешевляют свою продукцию. Поэтому, если можно сделать, например, вот этот ТЭН 800 Ватт, например, его можно сделать, ну, вот такой вот, там, 40 см или 50 см. То они вот такое и делают, воздушные. Я сейчас именно говорю про воздушные ТЭНы. О, и их это не заботит, что он будет вам полить воздух, перепаливать кислород. Это их совершенно не волнует. Но я нашел ТЭНы, вот этот вот ТЭН 800 Ватт, вот этот, он вот такой вот длинный, посмотрите. Вот я сейчас, он у меня сейчас уперся в потолок, вот этот вот ТЭН. Вот видите, его низ, тут такие вот болтики, вот, изолятор такой довольно широкий. Две гаечки, три аж, аж три шайбы и резьба на 6, кажется, да, на 6 резьба. И длина этого ТЭНа метр сорок. Это почти полтора метра длина вот этого ТЭНа. Толщиной он, видите, как палец мой. То есть, по-моему, 13 миллиметров, 13 или 14, я уже не помню. Это не нержавейка, это обычное железо. Вот. Но особенность его в том, в том, что он не будет греться до красна. Он не греется до красна. Из-за того, что у него всего-навсего на такой вот размер, вот такую вот длину 800 Ватт он тянет. Вот представьте себе, 800 Ватт на полтора метра почти ТЭНа и вот такой вот толщины. То есть, ему даже не нужен никакой обдув, ребра, ему не надо ничего. Обдув это тоже надо понимать, что это лишний шум, затраты электроэнергии, плюс сам вентилятор. Это как бы ненадежная такая штукенция. Вот. А я хотел вот без обдува именно такие найти ТЭНы. Один этот ТЭН стоил что-то, по-моему, 90 гривен. Ну, это вроде и недорого. Я их купил раз, два, пять, шесть, пять штук. Пять штук я их купил, пять штук. Вот. Плюс у меня еще есть там обогреватель старый, советский. Тоже вот и выполнен из таких вот ТЭНов, которые не греются до красна. Ну, что вот эти вот взять, если УФО, вот это типа УФО обогреватели, там еще старые советские, они сильно очень греются, перепаливают воздух. Это есть нехорошо для дыхания, для легких вообще, для человека. Вот такой вот перегрев не надо. Лучше низкотемпературные вот такие ТЭНы, которые просто они горячие, но они в темноте даже не розовые. Даже в темноте, они, то есть, ну, не греются до такой степени, что они там будут пережигать воздух. Это сразу увеличивает и срок службы самого ТЭНа тоже, потому что он так не перегревается. И т.д. и т.п. Дальше, что я там еще сделаю? Ну, я еще, ну, уже практически сделал, буду устанавливать эти ТЭНы. Еще я в своего контроллера, там вы знаете, у меня был он контроллер на 5 ступенек, а я его теперь сделаю аж на 7 ступеней. Вот мой опыт использования уже такой больше года, можно сказать, показал, что больше ступенек лучше. Оно меньше клацанье, лучше подбирается нагрузка. Вот, и получается так, будет у меня 7 ступеней реле напряжения. Первая ступень, это для 8-киловаттного массива, я думаю, будет нормально, думаю, но еще не знаю. Это 500-ваттный ТЭН в бойлере, 500-ваттный ТЭН в бойлере. О, это приоритетная нагрузка, это первая ступень, она не будет никогда выключаться. Она всегда работает, ну, я думаю, что вот этих вот 300-500 ватт, ну, почему 300, я говорю, потому что 500 ватт, это если 220, да, там он рассчитан на такое напряжение. Но напряжение может проседать, например, у меня там до 180, уже 500 ватт точно не будет, там будет 300-350. Вот, ну, такая мощность должна быть с 8-киловаттного массива всегда, в любое время, зимой или летом, утром или вечером. С 8-киловаттного массива, я думаю, 300-350 ватт, 400-500, я сниму всегда. Остальные нагрузки будут подключаться уже по мере, там, увеличения интенсивности солнечного излучения, они будут включаться, включаться, ну, реле напряжения, там очень все просто. Растет напряжение, включаются еще нагрузки, падает напряжение, не отключаются одна за другой, только в обратной последовательности. Вот, все очень просто организовано, у меня в этом видео есть, вот, там смотрите на моем канале, вот так вот я хочу организовать. Еще, когда я уже все подключу, там я расписал себе такие вот, на каждую ступень, какую надо поставить нагрузку для такого нормального, корректного режима работы, корректного. Там вот это тоже интересный момент, там не одинаково идет нагрузка, а там как бы по возрастающей от первой до последней, и по возрастающей такой довольно значительно, но не сразу. Там, ну, некоторые нюансы есть, я потом в следующем видео, когда это все уже видео смонтирую, все покажу, расскажу, какие я нагрузки организовал от первой до последней, до седьмой ступеньки. Вот, вот на таких вот ТЭНах будет у меня обогрев, поставлю их в разных комнатах дома, вот, и я думаю, эти 8 киловатт мощности солнечных панелей позволят мне не включать тепловой насос еще. Очень долго, очень долго, ну, я не знаю, сколько, конечно, ну, до ноября точно. Ну, в прошлом году я включил тепловой насос, благодаря вот солнечному отоплению, аж в начале ноября. Это первый был пуск до начала ноября, мне хватало вот так вот солнечной энергии для отопления ИГВС моего дома. Тем более прогнозируют, что эта осень будет холодной, вот, ну, посмотрим, посмотрим, как оно будет. Ну, у меня уже сейчас, уже сейчас работают обогреватели, уже бойлер работает, все, уже купаюсь дома, в душе уже все, отпало. Вот, так что уже подтапливает дом, ну, что, вот, видите, сами похолодало довольно так серьезно, значительно похолодало, и кто ее знает, что оно будет дальше. Ну, вот, как-то так, вот, в следующих видео уже покажу, как я смонтировал, и вот это вот расскажу, сколько там у меня нагрузки на каждой ступеньке, какая там принцип должен быть, чтобы оно более-менее корректно работало, это из моего опыта, уже, так сказать, немаленького вот такого вот использования, ну, что, там тоже есть такие некоторые нюансы, сколько надо на первую ступеньку подключить, вторую, третью, четвертую, чтобы оно меньше клацало и так далее. Хотя от этого клацания, оно меня, как бы, даже и не напрягает, и твердотельные реле тоже нормально отрабатывают, вот, как бы, все нормально, и довольно работоспособный этот контроллер, кто там так не говорил, что он-то фе-фе-фе, фу, не годится, нормально работает, как написал один мой зритель, главное, что я это понимаю, принцип работы этого контроллера, потому что, вот, если делать ШИМ-регуляцию, там, или что, ну, я не понимаю, как, понимаете, я не электронщик, я не ардуинщик, не как они там называются, я в этом не бум-бум, а вот реле напряжения, как оно там по достижении какого-то напряжения включается, потом выключается при падении, вот это я понимаю, понимаю, и еще, кстати, один такой хороший плюс значительный вот такого контроллера, что все мои ступеньки включения нагрузки, они работают независимо одна от другой, то есть, если в какой-то ступеньке, какое-то там твердотельное реле выйдет со строя или реле напряжения, ну, что там каждой ступеньке в паре реле напряжение и твердотельное, реле напряжение и твердотельное в каждой ступеньке, то все остальные ступени будут работать, то есть им, как бы, по барабану там вышла со строя одна ступенька, и просто вот эту нагрузку, из которой вышла одна ступенька со строя, возьмет на себя вторая, там, если первая вышла, Если другие ступени возьмут По каждой достигнет максимума Так что Очень даже надежная схема Рабочая Мне нравится Ну ладно, наверное на сегодня все Такое у меня будет отопление На 8 кВт от солнечных панелей Буду делать Монтировать, держатель Обогреватель делать Ладно, всем пока Если кто-то что-то не понял Пишите В комментариях Спрашивайте, но сначала посмотрите Плейлист солнечной электростанции Без инвертора и КБ Там я думаю все ответы на ваши вопросы будут Но если еще какие-то вопросы останутся То конечно же пишите, спрашивайте Все, всем пока До следующих видео